Первая встреча. Вторая. Третья даже. Третья. У нас появляется крик драконобой с откатом в 50 секунд. Ну и здесь Алдуин помнит сомнение особо сильней. Если не знаю, то все плохо. Давай ящерица. Выходи биться. Почему-то иногда у меня путаю Алдуина с Партронаксом. Дракон попадает. Драконобой попадает не по тому, по кому хотелось бы. Так, назовись не уже. Нужно протереть. Блин, он не попал. Что-то я... А, ну да, он же не уязвим пока не попадешь по нему А он у меня восстанавливается. Минута. Ну, благо они тут друг друга разбегают. Вроде как он не проявляет особой агрессии. Он вообще вроде никому агрессии не проиграет. Так, все, откатило. Дубль. Попытка попасть по Алдуину. Дубль 2. Да, ежешь. Так, вот так. Да, бью, бью. Это может быть долго. К слову говоря. А ведь это получается, что получается у меня лук на 500 урона стрелы. 662 урона. Я еще мастер стрельбы. Блин, нужно было арбалет взять. Еще не подумал. Или как мужик его размять. Он же меня сожрет. Ну, давай, впадай. Блин, я кольцо не надел, у меня же там кольцо научненькое. Да, плохая идея была. Ну, снес-то ему неплохо, конечно, но... Дубль. Бой с Алдуином, дубль 2. А, кстати, у меня же есть вызов спектрального ассасина. Он может его отвлечь на пару мгновений. Да, сейчас так и сделаем. Блин, кольцо не переодел. Черт. Алдуин уже загорелся, нет? Вроде нет. Отлично. Давай, приземляйся. Вот же ж пакость попал. Я думал, промах. Но тот не выжить мне, конечно. Почему совсем не вызвался? Очень странно. А, блин, сейчас нельзя. Что ж такое-то? Так, где там? А, вот же ж как. Давай, Люсиен Лошанс. Отвлеки его. Пока ему сделают больно. Канал сожрал. Кстати, пока проигрывается анимация пожирания. Драконы неуязвимы. Так, но у меня больше нет Люсиен Лошанса. Отвлекать не... А, как же нечем-то, у меня же есть Свитки. Точно. Точно. Так. Да. Драконобой. У меня же еще Свитки с призывом. Огненных Атранахов. Блин, опять нужно попасть. Так, выцеливаем. Плохо у меня с меткостью. Ты их опять же не собираешься забыть? Чего перестраховаться? Ну, Партурнакс ты бы... Ну, ладно, хоть что-то сделал. Чего бы отвлекил, чтобы он на месте завис. Я бы точно попал. Так, ну блин, не откатил Крик. Можно сразу взять тогда Свиток. Так, ну я не знаю, насколько он там... Отвлечет его, конечно. Так, нужно попасть. Нужно попасть. О! Отлично. Угненные Атранахи так себе отвлекательные. Вот грозовые нормально. Ледяные идеально. Они сразу в ближний бой лезут. Зачем пытаюсь броню снять? Давай. Здорово. И вот тычку. Блин. Ай! Я сейчас сдохнул от того, что Атранах взорвался. Это была бы очень нелепая смерть. А у меня нормального лечения даже нет. О боже. Я не хочу умирать. Да! Рука-лицо. Рука-лицо. Просто рука-лицо. У меня даже очень неприятно получилось. Мне нечего добавить, нечего сказать свое оправдание. Блин. Давай его шанс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально я его размял. Да успокойся. Он уже все. А интересно, о каком оружии он говорил? Оружие от древних врагов. Об оружии Ведра, которое... Сейчас сбежит как трос. Интересно, от лисьяного шанса останки остались. Наберут. Говори, куда он шел. Возможно, Хавказ. Возможно, Хавказ. Творец мой. Хорошее место, чтобы... Да. Да. Я... Я... С техму... Мно... Я... Раз... Чтобы... Раз... Стану ли я учить тебя... Давайте... Кстати, вот... Какое слово зовет тебя? Какое слово ты жаждешь изучить? Раньше, помнится, был баг. Если вы берете медитацию над Фус или Йоу, у Довакина появляется реген здоровья. Не знаю, с чем это связано. Если берете бесполезный фильм, то все нормально. Но вот сейчас посмотрим... Ну, Йоу, пожалуй, самый полезный, действительно. Думай о ней, как об огне в твоем слое. А теперь проверяем регенерацию. Так. Что ты сожжешь? Что ты пощадишь? Мда. О, баг этот никогда не вылечится. То есть берем... Размышляем над Йоу или Фус. Получаем регенерацию. То есть вот, ждем. И все. Здоровье полное. Я не скажу, что прям... Прямо-то как-то сильно решают в моем случае. Ну, блин. Вроде и с одной стороны все время мне хочется взять это усиление огненного крика. А с другой стороны это реген. Пытался я его как-то консодию вырубить, но все бесполезно. Соответственно, то же самое будет, если возьмем Фус. У него смысл проникнуть в тебя. Слушай, Марк Мора. Ты сможешь только быть сильнее, чем он толкнет тебя. Кринь, здоровье восстанавливается опять. Если бы вообще ничего не брать, либо брать... Фейм, который вроде как должен давать регенерацию в бесплотном состоянии. Но... Учитывая, что бесплотное состояние длится, как правило, пару секунд. Кто из них взывает к тебе этого кин? Фулс. Фейм. Фейм. Это фейм. Позволь ему смысл. Мы, кстати, переделывали же перки. Вроде как. Должны были на голос. То есть там, где красноречие. Правую ветку можно брать после того, как поговорили с Седобородами первый раз. Раньше этот перк усиливал просто огненный крик. Теперь вроде как урон от всех туумов должен быть повышен. Но, соответственно, его можно взять только, когда помедитируете над Йол. Но, по идее, вот этот самый полезный должен быть перк. То есть вы перестаете быть восприимчивым к тууму. То есть чисто теоретически. Дабакина не должна отбрасывать там. Ну, я даже не знаю. По-моему, не брал его никогда. Но в этой версии вообще первый раз до них добрался. А вот то, что я могу взять с моим файмом. Чтоб он удлился дольше. Но смысла, честно говоря, не вижу. Ну, как бы можно в бесплотности чуть дольше побегать, но... Больше вроде не припоминаю каких криков. Ну, разве же смертный приговор, чтоб чуть дольше весел. Опять же. тратить два перка на все это. А нет, один. То есть, можно базовый не брать. Блин, ну не знаю. Вот этот очень интересный перк. Путь голоса. Он дается пять секунд. И все крики не имеют отката. То есть, можно успеть крикнуть три раза подряд. Какой-нибудь трехсловный огненный крик. Самый интересный баг связан, по-моему, с криком, который скорость атаки повышает. Не помню, как он называется. Ни разу его не собирал, даже в ваниле. Но вроде как, если крикнуть его три раза подряд, то там скорость атаки оружия будет какая-то просто запредельная. А вот это самый бесполезный и самый вредный, по-моему, перк. Можно обменять перк на душу дракона. Как по мне, так прям очень сомнительное вложение. Сейчас проверим заодно. Все так же осталось. Да, с этой медитацией здоровье, блин, не восстанавливается. Странный баг, по-моему, еще с версии 1. Или даже с первых, в которых я играл, там 1.5.3 он идет. У меня иногда складывается впечатление, что он у меня у одного. Так, ну теперь придется... Теперь придется много бегать. Гражданку я проходить почему-то не хочу. То есть придется сейчас Вайтран идти, потом идти в Виндхельм, потом к Седобородым, потом, по-моему, опять Вайтран, опять Виндхельм, опять к Седобородым. Там собирать всех, проводить переговоры, бла-бла-бла. Делать это все на запись, по-моему, вообще бессмысленное занятие. Очень это долго, будет все нудно. Поэтому оставим это на следующий эпизод с Авангарты. Настоящую битву с Алдуином. А сейчас выполним задание на очень полезный артефакт. Называемый Разрушитель Заклинаний. И странно, он может пригодиться вообще любому классу. Так, где он? Блин. А, вот, единственное лекарство точно, убить Аркендора. Для этого придется отправиться в Маркарт. Блин, убежать сейчас придется опять много. И вот, кстати, был бы у меня сейчас... Блин, тут стена невидимая. А я так-то не спущусь. О, тихо. Баночка. Интересно, где заканчиваться? Не видим. А, вот здесь уже закончилось. Взял бы сейчас магические шмотки. Хватило бы маны, чтобы использовать заклинание парения. А, так, у меня же есть крик. Бесплотность. А где я второй взял? А, в пределе, по-моему, я нашел точно. Ну ладно, потрачу душу. Не жалко. Хотя, честно говоря, бесплотность кричать из двух слов. Вредное занятие. Слишком уж долго откатываться будет. Из одного всегда хватает. Так, нам нужно вайтран. И тут можно эффектно прыгнуть. Интересно, а можно в воздухе крикнуть или нет? Подозреваю, что нет. Главное, чтобы он не закончился, когда я приземлюсь. все нормально а у неплохо получилось быстрым лифтом отседобородок переодеваемся в стрелковый комплект да кстати хардтаймс обновился теперь там вроде как добавили новый ингредиент сердца драконов мистер крабс помните сердца драконов были я даже не помню в чем то ли вы версии в критчерах свое время то ли в дедли драгонах скорее всего версии в критчерах если не создавать башпатч то там по моему драконов как раз таки выпадают так король дракона и сердца с башпатчем они не выпадали был стандартный реквей москве лук но драконов то есть там куча костей шкур но хардтаймс видимо снова теперь будут выпадать кровь сердце и парочка костей так куда я хотел маркард что опять а он же попросит сейчас флакон собрать точно белый флакон продолжение ну следующий раз подняться хотя чё когда переговоры буду вести красную лодку мира залезу на сердце вересковое сердце у меня там валяется в домике так маркард опять же помнится в ванили вроде как но я ни разу не собирала ваниль этот белый флакон но по идее он должен заполняться автоматически каждый день что ли один раз и собирал в реквире метод квест выполнял и он не был одноразовый точно я выпил я ждал по моему неделю или две но ничего не случилось подозреваю что вот кстати приятная штука всегда он нравится вот этот крик когда всякая неприятная погода идет раз крикнул и все замечательно так все так вот вроде как пытались выяснить у автора реквиема фишка это или все-таки нет что он нет не восстанавливается из кустов коварно что такое скелет нормально дозорная стендара по моему он немного не в курсе чтобы болеем мужик вот мне сейчас по моему раздавила так если я сейчас умру если сработает фаталити я надеюсь сейчас дозорно отвлечет как раз таки на то время которое мне необходимо и дракон этот зеленый дышать он не умеет но парализует ядом так вовремя приход сопротивление ядом у меня там за очень большой в общем делал ты же дозорный стендара давай пейся блин на сегодня лечилка меня сдуло крылом так отмахнулся невзначай я закончился а дозорный стендарами что-то не сильно помог блин надо было его затроллить взять бритву с булавой поспрашивать насчет дедра ну ладно волчара были а волков нет зато есть соленая души козлячьи так теперь здесь код в принципе не имеет значения что-то пользы не было что-то этого нет нормально почти поймал давай спускайся бейся как мужик раз на раз да ты не умеешь дышать что-то зависаешь видимо придется использовать драконобой землю использует уже тактику что с алдуином пожалуй главное отлично что-нибудь куда ты полетел блин неудобно и вот же взлетит пока я бегаю иди сюда блин так и знал почему туда приземлился так а там тролль маленький тролль маленький тролль мне должен помочь отлично он отвлекся лишь бы блин говорю крылом не махнул так ну нормально настало время стрелями разобраться кто там второй забирать а да вот драконье сердце драконья кровь две кости две чешуи в целом неплохо кто там бегает а вот вот этот дракон который летает там где куда мне нужно прийти блин там еще драман снизу бегает что-то 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 как-то ситуация несколько обостряется так мне нужно например мне прямо сюда и нужно в чем там огненный драман да не хочется встревать интересно он загрится на механического дракона или все-таки нет повоюю с ним когда выберусь из этого самого когда Аркендора заволю попробую с ним повоевать а пока смысла нет ингредиенты я уже отнес давай пускай ну для разнообразия можно попробовать повоевать как настоящий суровый норд в полный рост так сохраняемся к черту скрытность будем биться как суровые мужики суровые нордские мужики первые пошел второй третий главное действовать на упреждение кстати кстати да этих самых если в квесте про вермину было очень много аркита то здесь просто тонны тонны две мерзких доспехов стрелы оружие прочего прочего я немного потерялся немного потерялся так вот никакой пощады колечко то правильно одета да так нам придется пострелять что то он какой то непробиваемый ладно давай иди сюда настреливать будут там миллион лучников плеваться еще ты ж пакость а так надо прозреть да блин сразу пощаду запросил да блин все равно же заплюнуть успел есть подозрение что у меня просто для чего от не хватит отходим в последний момент от лучников отходим в последний момент от лучников так нормально разобрался блин нужно было проверить может у них лечилки были я все подумаю взять перк перед генерацией все таки здоровья уже много магию использовать не хочу она так потихоньку медленно наверно устанавливает для этого не потребуется правда до дома добраться куда ты жила о сиковский боец анимация по моему атаки у него и поведение взята из андраогра вот вот это было близко я что-то сомневаюсь что я пережил бы ее удар этой сферы вообще вообще конечно ничего полезного для меня нет может камни души разве что какие-нибудь как-то раз и ловил опять неприятный залипающий эффект как раз у этого вот товарища так у вас есть что у них только земерские прибабахи у них только земерские прибабахи идем дальше так рашим отходим два лучника выцеливают может пора использовать клики можно использовать бесплотность гарантированно убить одного над второго можно отхватить можно вернуться от одной стрелы из-за фусра дахать второго так ты же не успеешь выстрелить нет 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 отлично где-то прошел прошел уже локация номер дома куда он задул сейчас пойдут механизмы не просыпайте не просыпаемся не просыпаемся не просыпаемся паукан чертов паукан с электрическим взрывом сейчас вылезут еще два блин сорок за спиной прыгнул в лицо парочка одержимых плевок подходим подошел здоровье закончится блин у меня закончится здоровье у них ни у кого нет баночек может сумки чемоданы пошмонать какие-нибудь план б конечно есть по восстановлению здоровья видимо придется им воспользоваться я же из драконья кровь лечим здоровье лечим от маги а оно не лечит блин точно надо камаги восстанавливать полностью жертв роля да у меня нет ингредиентов чтобы взять перк химический поэтому раздеваемся нет времени объяснять становимся рядом с чем-нибудь теплым блин это может быть долго кстати а вот была бы у меня мантия мастерского восстановления возможно у меня бы даже получилось хотя бы уберу эффект сердцебиения да вот была бы мастерская мантия все было бы намного проще и идем дальше воевать ну что кто следующий ты 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 я была сам ты опа что не вздумай стрельнуть вообще неплохо аркид и бонитовый щит разберу все остальное все остальное не нужно из бонитового щита вроде можно как два слипка наплавить так как у меня крик стоит нужно нужно ставить всегда бесплотность если есть шанс того что я боюсь сразиться вот он бесплотность во всей красе то есть подходим на морозе особенно эффективна такая штука против магов особенно если вы воин кричите бесплотность подходите и за вами право первого удара а второго они как правило уже не доживают что-то у меня как-то слишком гладко идет по-моему я еще не умер ни разу не заглазить бы оп о-хо-хо-хо черт вот тогда уже проблема так надо паукана завалить да завалил разряд молнии все до свидания тогда рашем да что-то не получилось ладно хотя полком разобрался чем убивать призраков глимеров булава на них ну так себе сияние рассвета ну пока пробуем он интересно механизмом считается все таки по сути вроде как неплохо заряжает если механизмом тогда вроде и булава должна работать но с другой стороны у меня булава вообще без перков как я красиво все сделал одного пошинковала ловушка а второе умерли не успех по ней все случилось по-моему это было неплохо ну мне так кажется так правда если там сейчас будет какой-нибудь двумерский тональный инженер мое триумфальное шествие может и закончится вот еще один абонитовый щит на переплавку тут должна вылезти сфера ну вторая масло болты так вижу много врагов на горизонте еще и лучники они с кем-то воюют вроде как кто там паукан паукан с молнией кажется не нужно им мешать воевать и лучше помочь им чем паукану а лучше убить лучника сразу так как паукан вроде как без молнии на всякий кричим бесплотность а то вдруг развернется в последний момент нет паукан с молнией подходим ловушка сработала она не пробила их что-то странное они движение совершают как по мне вроде бегут на меня в последний момент разворачиваются и бьют куда-то непонятно туда боятся видимо нервничают так нужно по-моему опять подлечиться и опять эффективно биение висит экран мутнее периодически так кассия идет очень неплохо так хоть уже и умер рызак а можно так ломать теперь мне взлом качать не надо а лут в сундуках не портится что немного нелогично но я же сейчас войны отыгрываю а все войны ломают сундуки как правило ооо нормально ооо так так не люблю это подземелье в частности из-за того что здесь постоянно теряюсь ооо зашел на огонек я место искал где можно спокойно серьезно они что-то странное творят то есть она вполне могла бы сейчас зарашить меня своим тинжалом однако разворачиваться и ну да ладно настало время голого кота он есть личинка хотел а нет нет нужно чуть больше 50% чтобы здоровье было чтобы не висел эффект так два три четыре пять я думаю достаточно что там кричат обычно воины skyrim для нордов да нормальная тут кусок они очень медленно соображают как помню так но мне вроде как не сюда или сюда маркер еще постоянно тупит и дверь что-то залипает блин показывает в обратную сторону так здесь есть трупы если здесь есть трупы значит мне не надо сюда идти вижу врага вижу щит ну что это что с ними неужели настолько страшно что они даже боятся нападать на меня так наверное вот я понял куда идти где-то здесь должен быть ну блин конечно все таки не перестаю удивляться до чего же высокий урон этой булавы и пытаюсь вспомнить сколько насколько мне удавалось разогнать в свое время двуручники двуручный молот по-моему у него даже меньше был урон чем этой адской машинки а вот сейчас придется умирать много и часто мне кажется так один паук он с молнией второй тоже все с молнией опа двумерский инженер паук а два паука двумерский маг и сфера так один сюда ползет с этим разберемся через бесплотность да 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 второй паук он с молнией ваншотящий так пригнуться немного сфера с арбалетом ваншотящим маг с дисками ваншотящими так что делать еще один паук он тоже с молнией можно попробовать отпулить по одному но он там что-то залип и не хочет выходить пробовать пробежать так как-нибудь из-за угла его шваркнуть ох блин а он не этот самый так все неплохо начиналось должен замедлить кот к успеху шоу блин я свалился я так плохо все уже пошло не по плану тихо да полегче летает тут всякие так вот этого надо из-за угла нет этого не надо было из-за угла этого нужно было через бесплотность убивать так еще раз дубль 3 здесь я сюда сейчас мелкий должен подползти его вырубаем он самый смелый по ходу он самый смелый и самый ваншотный второй кстати тоже пополз так отлично с этим разобрались 2 через бесплотность так все он слил слил заряд убиваем третий где сфера где эта чертова сфера и где маг почему его не вижу вон сфера а это сфера там две сферы маг призвал еще одну и поплыл куда-то есть вероятность что он не выплывет нет выплыл я его не дооценил так надо что делать блин видимо паук тоже решил что надо что-то делать так пробуем нагло пробегаем сюда сюда прямо ждут не дождутся все стоят ждут никто не идет собственно я уже на грани так вот так вот ну почти было близко мне кажется в принципе задача здесь решается на самом деле достаточно легко нужно было взять всего лишь с собой жерель и резисток молнии и одну бутылочку резисток молнии и вообще пофиг на них было бы но я решил зачем заморачиваться опа промахнулся уходим под воду да вообще мне кажется плохая идея уходить под воду когда вас пытаются убить молниями сомнительная идея вот вперед действуем по старой схеме если еще сейчас не получится пару раз а кстати что диска меня не убил я думал меня сразу того хватит хватит уже прекрати я вот пауков жду так ползет бесплотность на второй ползет вот успеет ли у меня откатить крик за это время пока он ползет не успевает блин как я промахнулся благо он стену тоже стреляет там призванная сфера по моему этим или настоящая это была не призванная маг так такой неловкий момент там еще одна сфера катится а у меня до отката крика очень много времени о блин а ха ха а черт а ведь это было почти все а точно у меня же свитом с атронахом завалился так а сосед не откатил ну ладно настало время грозового атронаха все поделать когда ничего не помогает какие-то не запасы зелиями нужно вызывать тех кто может порешать вот черт вот блин грозового атронаха закончился у меня и здоровье почти закончилось так смотри смотрите какой интересный огненный атронах остался маг маг мага нужно пробовать зарашить через бесплотность где он вообще вот стоит отлично но они сами меня вынудили использовать помощников я честно говоря свиток с грозолахом я думал припасти для более подходящего случая так ну это же не все да вылезет кто-нибудь нет о железная армия как мужики раз на раз так главное под парни попасть он там не один уже совсем не один он позвал друзей придется тоже звать друзей давай так куда я куда я провалился черт блин центурион сладкий чтобы сказать свое оправдание не пошло просто чуть чуть не пошло буквально совсем капелюсечку да блин грозолах не обрис на себя нормально так попытка еще одна все теперь точно последняя попытка и хватит для терпеть оставлю всю славу воинам в тяжелой броне с резистами и так далее блин блин да что такое куда я так закончился я тоже блин это будет какой-то неполноценный эпизод если я не пройду но есть подозрение что я так никогда не пройду но может и пройду но раза сорокового в любом случае весь даже если я пройду будет уже не так клево учитывая как раз я блин сдох где там мои огненные друзья здесь идем дальше на очереди центурион и компания блин почему здесь не один откуда там куча всяких повылазила еще да я бы хотел с ним раз на раз подраться но там не получается вроде совсем никак кто-то вон вылезает кто-то отползает уже меня это уже трое четверо даже там пауканы всякие да чертов пар все теперь точно последний раз я сейчас не пройду закончу этот эпизод как полагается настоящему коту коварному подлому уже совсем плохо все идет здоровье просто на пипетку остался мак который чего-то испугался призвал сферу что-то может как-то крепче чем раньше был так все собрался так так здесь еще Ладно, все. Надо же было попасть по-своему, по-своему Атронаху, если я когда-нибудь буду в следующей жизни воином, обязательно всех убью здесь. Пока, видимо, не время и не место для подвигов. Ну, с Центурионом возможно я и разберусь. Хотелось с ним разобраться, пауки сразу загреться и прочее, прочее. Ну его нафиг. Себе дороже. Так много времени потерял. Так, блин, куда? Еще миллион просто врагов. Врагов. Оценка, вот она. Тихо, тихо, тихо. Ух ты ж. Крепки это должен. Причелка. Все, пора уходить. Где раньше было вот такое вот. Такая полезная штука. Оп раз. И все. Полный столб. Ах, ну да. Конечно. Можно попробовать. Или все-таки. на его нафиг. Боже. Что-то происходит. Хватит на сегодня смертей, я думаю, я думаю, думаю иначе. Да, что ж такое происходит, это все призванное от механического дракона. Неплохо, отбился. Так, ну давай уже, ребят, да, вот она. Очень полезная штука. Вроде всяких пауканов и прочих неприятных товарищей. Да, на этом, я думаю, можно заключить. Продолжение следует. Продолжение следует.